Доброго здоровья, дорогие! Сегодня мы с коллегой обсудим один вопрос или в сфере одного вопроса некоторые виды взаимоотношений, которые у нас называются... Или по интернету ходят видео и рассказы о том, что как раз о близких сексуальных взаимоотношениях, об очищении от них, о том, как это вредно или полезно, которые называются телегони или законы Рита. И сейчас Елена, наша прекрасная Елена, вам задаст конкретный вопрос. Мне задаст. Добрый день, меня зовут Елена. И сегодня я хочу задать вопрос у Славы о том, что существует такая практика, которая необходима для очищения от воспоминаний, отпечатков памяти, энергии, связи у предыдущих сексуальных партнеров. Существует мнение, что это разрушает женщину, и такие практики необходимо производить. Хотелось бы мне задать вопрос Руслану, так ли это, и получить его комментарии. Спасибо. Угу. Итак, да, я знаком с этой практикой. Я её выполнял, я учился, когда у меня началось открываться многомерное видение, я стал видеть, что происходит. И послушав эти видео, я стал пробовать по ним работать, и у меня получалось всё лучше. И были женщины и девушки, особенно женщины, у которых в запасах были большие количества мужчин. Я, конечно, не скажу, кто это, при любом у вас раскладе. Это тайна. Но был период, когда мы сидели и извлекали эти частицы других мужчин часами. И порой иногда просто запускали поток в очищении этого всего. И интересно, что погружаясь в эти практики, я стал видеть всё дальше и больше. И в итоге, к чему я пришёл? К тому, что сейчас расскажу. Я тем, кто это хочет, помогаю в этом. Да, я делаю эти чистки, но сейчас скажу вам больше по поводу этих чисток и их наличия или их отсутствия. Я всё-таки их делаю и консультирую по поводу того, стоит ли их делать и что будет, если вы сделаете или не сделаете или какую чистку вы сделаете. Какого направления есть некоторые новые духовные учения, у которых есть определённые чистки, определённые техники. Я просто вижу последствия этих техник, как они идут и к чему приводят. Сейчас вам расширю понимание всего этого. Да, всё, что говорят о телегонии, о законе Рита, о предохранении от большого количества мужчин или о том, что хорошо бы, чтобы у каждого человека, начиная с младенчества и его, растили бы родители так, чтобы первый сексуальный опыт был с тем партнёром, с которым в итоге бы отношения продлились настолько долго, что буквально до конца воплощения. Это желание большинства людей, хотя не всех. Да, это является очень таким интересным опытом. И каждая душа формирует такую жизнь, в которой она хотя бы как минимум один раз или больше, или несколько раз проходит через такой опыт, когда буквально чуть ли не с младенчества её направляют на того, с кем она вступает в брак или взаимоотношения длительные, которые длятся до конца жизни. Или она ходит в более позднем возрасте, например, в нашем школьном возрасте. Например, в 13, в 16 лет, в 18, в 21. То есть она пробует выстроить длительные отношения с разных возрастов, но один раз. Больше такого она не повторяет. То есть каждое количество опыта, например, хочет отжить вместе 70 лет, она это делает один раз. Другой раз хочет 60 лет, другой 50, в среднем, конечно. То есть, или максимальная длительность там 90 и быть долгожителями. Всё, один раз попробовала, больше она такого не делает. Следующие опыты бывают очень разные и очень короткие в том числе. И это, если смотреть с позиции многомерности, с позиции души, которая находится в высших измерениях, высоковибрационной души или высоких Я, высших Я. Если смотреть более понятные, приближенные сюда, к нашей реальности, страны, то что получается? Я беру и исключаю из этого женщин, которые ведут беспорядочный образ жизни, при этом злоупотребляя разными вредными привычками. То есть, если человек пьёт, спивается и спит с кем попало, его убивает алкоголь. Ясно. Если человек принимает наркотики и беспорядочный образ жизни ведёт, то же самое. Он умирает от передозировки или от болезни, у него там свои проблемы, то есть это на него влияет. Если человек просто курит, то да, у него лёгкие чернеют, там рак лёгких вероятен, но не гарантирован. Он может... Он от чего-то... Он от болезни всё-таки умирает, только от какой? От той, которая его раньше и... Кстати, он ослабляет свою иммунную систему, и он умирает от какой-то болезни. Может быть, успевает до рака лёгких, до болезни, которая связана с курением конкретно. И так с каждой вредной привычкой. Это, я перечислил, основные, самые распространённые. Но, если человек, женщина или мужчина, ведёт здоровый образ жизни, например, сыроеден, плюс иногда голодает, плюс занимается духовными практиками, и плюс к этому у него не один сексуальный партнёр, не два, не десять, а больше. Что при этом происходит? Нужно ли ему чиститься? И, например, я такой человек, у которого уже сколько было партнёров? По-моему, восемь. За все мои несколько десятков лет жизни. И я, хотя я до 32 лет как раз шёл по этому пути, я был девственником. В 32 года у меня был первый опыт, который мне не особо понравился, и до 40 лет я продолжал быть человеком, у которого был всего один партнёр. После 40 лет я стал видеть многомерно и перестал это делать, перестал воздерживаться, перестал себя сохранять для кого-то и для чего-то, потому что я стал видеть дальше. Что происходит? Каждый партнёр сексуальный, он романтический, каждое взаимодействие с другим человеком не так важно или даже важно всё-таки. До какой степени доходит? Потому что чем более глубинные взаимоотношения с любым другим человеком, даже если они меняются часто. Если при этом вы оба здоровые, оба совершенные, оба духовные, то вы друг друга обогащаете. Когда вам это нравится, когда вы это используете ради... даже ради выгоды, даже ради расчёта, даже ради от того, чтобы обменяться деньгами, возможностями или обменять одно на другое. Даже это вас обогащает, хотя здесь вы можете испытывать друг к другу некоторые виды отвращений, когда вы делаете это за деньги. Здесь другая школа, здесь надо учиться любить себя в любых отношениях. Это уже отдельный вопрос. Да, накапливаются эти связи, да, отпечатки происходят, но если вы все эти отпечатки оцениваете негативно, вы сами себе портите карму, душевное и нервологическое состояние, вообще вы себе, говоря простым языком, портите нервы. Вы себе сами этим выстраиваете негативные последствия. Вы себя перепрограммировываете на то, что у вас будет случаться. Если вы вычитаете, что если много иметь партнёров, будет вот так-то, и верите этому, так и происходит. Так вот, вы назначаете, вы наделяете значением всё то, что с вами происходит. Даже если вы где-то читаете, это высказал какой-то святой или полусвятой человек. Так вот, увеличение количества сексуальных партнёров нейтрально, само по себе, но всё-таки при здоровом области жизни она ведёт к обогащению вас. И здесь другой вопрос по поводу детей. Да, накладываются отпечатки в какой-то степени. Иногда эти степени бывают настолько минимальны, что они незаметны, а иногда бывают настолько сильны, что преобладают всех остальных, даже сегодняшнего вашего партнёра. Когда вы хотите зачать от него, чтобы он был похож на него, на этого, бывает, что он похож на предыдущего или на первого, это происходит ровно потому, что ваши эмоции, ваши ожидания, ваши чувства с тем самым партнёром, на которого стал похож ваш ребёнок, были самыми мощными. Или из прошлой жизни произошёл самый большой объём или обмен энергии, который как раз тянулся и должен был произойти в этой, до реализации той энергии, которую вы нарастили в другой жизни. И поэтому ребёнок был зачат и похож, потому, что вы эту энергию между другом нарастили в прошлой жизни. Вы встретились, дореализовали, но зачали потом от другого человека, но ребёнок ваш похож на первого, потому, что он был зачат на основе той самой энергии, которую вы накопили в прошлой жизни. Поэтому вы встретились, чтобы наконец-то какие-то недореализованные или разорванные отношения наконец-то доиграть и досоздать того, какую энергию Вы взрастили, и в эту взросшую энергию входит душа, которая просто автоматически начинает быть похожим на того. То есть максимальное количество энергообмена сказывается на том, на кого будет похож ваш ребёнок. Если вы хотите отменить тот энергообмен, вы это можете делать. Вот для этого служат эти практики. Когда вы хотите сформировать образ, состояние своего ребёнка, внешний вид, вот для этого это и служит. Когда вы хотите конкретно создать внешний вид ребёнка, плюс наделить его такими качествами, которые вы запланировали. Если вы хотите притянуть такую душу с такими качествами характера, которые соответствуют вашим желаниям, вот тогда практика пригождается. Но если вы не хотите зачинать ребёнка, то все эти связы тоже работают ровно так, чем вы их наделяете. Но по большому счёту вы сделаете вывод когда-то, даже если вы себя или кого-то осуждаете сейчас в этом, вы делаете вывод на протяжении... Когда вы подводите итог многим жизням, вы понимаете, что всё это пошло на благо, на обогащение, на опыт. Именно так это и идёт изначально, когда вы себя не оцениваете и других негативных. Когда я, например, это вижу, что все эти связи, по прошлым жизням особенно, в этой у меня ещё мало было их пока, и, может быть, я останавливаюсь, может быть, продолжу, я ещё не знаю, я выбираю. Но я вижу, как все связи и меня, и других обогащают. Да, я могу чистить других людей при их желании. Даже если они оценивают это негативно, всё-таки хотят очиститься, я могу сказать, что не оценивайте негативно, не будет проблем. Но если вы хотите очиститься, я вас очищу. То есть всё нормально. Но всё-таки мы приходим в этот мир для опыта. И пока вы не пройдёте опыт в разных воплощениях, в разных телах, с разным количеством связей, вы отсюда не выйдете. Если вас это изнутри тянет. Может быть, эта жизнь, конкретная ваша жизнь, будет направлена на одного партнёра. Вы это реализуете, это для вас свято. А если у другого человека, который ведёт, например, занимается тантрическим сексом или тантрическими энергетическими обменами, это подразумевает часто сексуальные связи. Так вот, тантра – это священная практика, спущенная к нам из высоких измерений. Если вы её осуждаете, как раз это ваше ограничение, религиозное, духовное в кавычках, над которым вам ещё предстоит расти, но как раз это спущено с высших измерений. И это то, чем занимаются в высших измерениях. Там не ангелы, которые только поют и щебечут что-то приятное друг другу на ушко или громко. Да, там это происходит, но и много чего другого, от чего некоторые ханжерско настроенные религиозные деятели могли бы быть в шоке. Но это им предстоит когда-то увидеть. И, шокировавшись, снять свои блоки. У них ещё всё впереди. И у них ещё, как правило, множество жизней, познание себя в разных ипостасях. После такого опыта, кстати, осуждения других, бывает в жизни проституции. Или продавание себя, которое компенсирует это осуждение, пока человек не перестаёт это делать. То есть он в третьей жизни уже расчищает. Он был святым или религиозным деятелем с очень узким опытом. Буквально даже ни с кем не спал. Он был девственником до конца. После этого крайность в противоположную сторону. Он был проституткой или геем, который направо и налево или как угодно. А потом эти две крайности начинают балансироваться. То есть он начинает понимать, что он делает и разумно, осознанно это делать. То есть все сексуальные опыты, вообще все опыты приводят к многоопытности, к которой мы все и стремимся, для которой мы сюда и приходим. По-моему, я даже не успел всё рассказать об этом. Если у вас будут другие вопросы, вы можете их задавать, потому что времени не хватило. Сейчас я и видео заканчиваю. Но всё-таки чуть-чуть я приоткрыл вам. И эта тема может быть продолжаема, а может быть часами. В ответах на вопросы или в виде ченнелинга даже я могу принять ченнелинг от высших сущностей каких-либо. по поводу этого вопроса. На этом я заканчиваю видео. Счастливо. Пока. До свидания.